Состоялась очередная сессия Совета депутатов под председательством Николая Лавриненко. В работе райсовета приняли участие 20 депутатов. Глава района Олег Ефимов, прокурор Евгений Решетняк, представители СМИ, специалисты администрации депутатов утвердили бюджет района на 2024 год, а также плановый период на 2025 и 2026 годов. Общий объем доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений на 2024 год предусматривается в сумме 320 млн. рублей, что составляет 92,9% к ожидаемому поступлению собственных доходов. В сопоставимых условиях темп роста составит 100,9%. Основная сумма поступлений 95,4% на 2024 год, как всегда, запланирована от 4 доходных источников. А именно, налога на доходы физических лиц 62,1%, налога, взимаемая в связи с применением упрощенной системы налогообложения 17,3%, единого сельскохозяйственного налога почти 11% и арендной платы за землю 5%. В 2024 году предусматривается поступление налога на доходы физических лиц в объеме 198,8 млн. рублей, что составляет 116,4% к уточненному бюджетному назначению текущего года. В структуре расходов бюджета района на образование приходится 65,2%, культуру и физическую культуру и спорт – 8,1%, социальную политику и здравоохранение – 10%. В целом, расходы на социально-культурную сферу в 2024 году в сравнении с 2023 году снизились на 95,5 млн. рублей. Это связано с завершением строительства социальных объектов детского сада в поселке Центральном и спортивного объекта Центра единоборств. Более 26 млн. рублей планируется в бюджете района на организацию питания учащихся общеобразовательных школ. Средства предназначены на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных классов, детей-инвалидов, детей-участников СВО, а также на ежедневное питание учащихся старших классов, детей из многодетных семей с частичной компенсацией стоимости из бюджета района. Предусмотрены новые дополнительные меры социальной поддержки в виде обеспечения автономными дымовыми пожарными извещателями мест проживания малоимущим многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На финансирование указанных целей в бюджете района предусматривается 1 млн. рублей. На финансирование расходов по изготовлению проектно-сметной документации социально назначенных объектов, а именно проектирование крытого плавательного бассейна в селе Белая Глина и спортивного зала в селе Кулешовка предусматривается 16 млн. рублей. В связи с завершением строительства и ввода в эксплуатацию детского сада в поселке Центральном и спортивного объекта Центра единоборств на содержание вновь учреждений открытых предусматриваются расходы бюджета дополнительно 8,6 млн. рублей. Депутаты утвердили изменения в положении о муниципальной службе. Решение о принятии администрации муниципального образования Белогвинский район полномочий по определению поставщиков, подрядчиков при закупке товаров, работ, услуг в рамках 44-го федерального закона. Мы ежегодно принимаем данные полномочия от сельских поселений для упрощения работы, улучшения качества подготовки аукционной документации и более качественного проведения торгов. Депутаты дали согласие на изменение типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад номер 11 на муниципальное бюджетное. Одобрили приватизацию жилого помещения, выданного по программе «Дети Кубани».